И снова здравствуйте! Мы с Павлом у колонны, у истинной настоящей колонны, колоновидной яблони. Что это за сорт такой красивый? Московское жерелье. Это московские сорта. Кстати, ребят, у нас в Беларуси в основном продаются сорта и выращиваются именно российской селекции. В чем особенность колонны, как дерево, как сорта? Особенность колонны в том, что она вступает в отношения очень быстро. У нее закладываются цветочные почки на центральном проводнике. И уже в первый год после посадки нередко мы можем наблюдать на нем уже облепленные, как гроздьями, яблочки. В данном случае московское ожерелье уже начало пускать боковые побеги. Если заниматься конкретно формировать колонну, то эти побеги надо укорачивать чуть не сильно. Можно в течение сезона, летом подходит, прищипать, куда ногти подошли, пока он зелененький. Еще раз прищипнули. Мы этим не занимаемся, мы ходим весной, вырезаем в основном длинные побеги все. И вот на этих молодых побегах, однолетних, двухлетних, формируются уже яблочки. Поэтому ее плюс в том, что она очень быстро вступает в плодоношение. И это плодоношение в основном по центральному проводнику происходит. И, соответственно, судя по нагрузке, это довольно-таки урожайные сорта. Да, ну, как всегда мы общаемся с людьми, говорим, что что посадить, колонну, либо классическую крону, раскидистую, не колоновидного сорта. Я говорю, ну, вот это побаловаться, она красива. Мы получим с нее 5, ну, максимум 10 килограмм яблок с одного растения. Но если мы хотим удивить соседей, если у нас очень мало места, как на дачах этих вот с пятисотками земли, мы, конечно же, не сможем посадить дерево, которому надо там 3-4-5 диаметром круг для кроны, чтобы оставался. Здесь достаточно их посадить даже через полметра, эти деревья. Кстати, вот обратите внимание, здесь у вас яблони сидят с интервалом всего полметра, им хватает места. Да, потому что у них вот это вот веретено, центральный проводник, вот, и прямо вот на нем уже урожай. И крона не раскидывается по сторонам от слова совсем. Ну, конечно же, если мы не будем подходить к ней не вырезать, эта ветвь тоже начнет ветвиться, она заполнит пространство какое-то. Но это допускать не стоит, и стоит оставить просто центральный проводник. Желательно, чтобы возле него был какой-то колышек, опора, потому что дерево довольно-таки быстро нарастает, буквально по метру в год, и если вот на шапке сверху будет висеть пару килограмм яблок, то просто-напросто оно под своей тяжестью сломается. Хотя ствол довольно-таки толстый уже со старта. Да, у них, пожалуй, самые толстые саженцы. Уже в первый год жизни эта толщина с большой палец руки, представляете себе? Да, да, да. И очень интересная особенность. У колонновидных яблонь очень прочная свелеватая древесина, но при этом очень хрупкая. Поэтому действительно, как говорит Павел, при большой нагрузке, при сильном ветре и дожде она может сломаться. Поэтому опора обязательно должна быть для колонны. Ну и еще такой вопрос. Многие садоводы-любители считают, что колонна может быть у любой породы, у любой культуры. И у абрикоса, и у персика, у груши. Вот ваша точка зрения. Колонны у груш бывают? Колонны у груш бывают, но не у нас пока, по крайней мере. Мы ищем, мы постоянно находимся в поиске. Нам тоже интересны тенденции, но какие-то новинки, веяние моды. Но на сегодняшний день надежного сорта, который не подвергался бы подмерзаниям, либо болезням, которые приводят к его гибели, мы такого сорта пока не нашли. По яблоню сортов хватает, российской селекции. Здесь действительно достойные сорта. Мы то, что рекомендуем всем, продаем. Пожалуйста, садите. И мы 99% всегда даем гарантию, что он у вас вырастет и даст урожай хороший. Груши мы не встречали пока в Беларуси. А косточковые сейчас популярны? Там персик колоновидный, черешню колоновидную предлагают иногда на дорогах. Опять-таки, это условная колонна. Взять колоновидный персик у нас есть. Колоновидная форма, но она скорее не растет, как яблоня одним стволиком и облеплена вся персиками. Нет, у нее просто много побегов, и они идут практически строго вертикально вверх, и на них уже формируется урожай на следующий год. Можно форму условно назвать колоновидной, но это скорее просто... Будет компактная форма. Компактная, да, такая направленная в версть, тремя сесть, крона. Как, вы знаете, есть тополя пирамидальные. Да, да. Они ветвятся, но они имеют очень сжатую крону, у них много ветвей. И вот то, что сейчас нам часто предлагают, как колоновидный персик, колоновидную алычу, это компакты. Они ветвятся, они имеют удлиненные междоузли, и есть одна особенность. Если таким деревьям, компактам, не формировать крону нужным образом, не проводить укорочение, происходит часто разлом. У них очень острые развилки, поэтому очень внимательно относитесь к такому предложению сортов. Кстати, а вот какая коллекция у вас колоновидных яблоней? Здесь я посмотрела, такое разнообразие окрасок, цветов, сроков созревания. Сколько у вас сортов? От 10 до 15, я так скажу. Честно, не подсчитывал. Мы гребем все, что можно к нам в сад. Мы очень любим заниматься исследованиями на собственной шкуре, что говорится. Потому что одно дело ты прочитал, другое дело ты услышал кого-то, это совсем третье дело, это когда ты увидел, у себя вырастил, и ты можешь уже свой опыт рассказать, поделиться, и дать человеку то, что ты на себе испробовал. Не просто где-то в литературе описание сухое дать, как бы я могу это яблоко попробовать, и даже дать человеку попробовать самому при покупке саженца, вот вы покупаете вот такой саженец, вот вам плод его, если это, конечно же, попадает под сроки созревания, потому что, как правило, продажа происходит октябрь-ноябрь, и многие летние... А, допустим, медок у вас где-то тут рос раннелетний, или там вот, он уже осыпался. Они уже заканчиваются, президент, да, уже не будет, ну, какие-нибудь Останкино, там тоже самое Московское ожерелье, червонец, валюта, они прекрасно будут в себе, а многие сорта еще не наберут вкусовых качеств к этому времени. Которые зимние, поздние зимние. Да, сорта, которые должны в декабре быть вкусными, поэтому в октябре, ну, хотя бы внешний вид я показать могу и рассказать свои ощущения, его, ну, дегустационные какие-то характеристики. Кстати, вот плюс колоновидных, именно истинных колоновидных сортов в том, что сейчас уже есть целый ассортимент этих колонн. Есть летние, осенние, зимние, есть палитра окрасок от светло-желтых до темно-темно-красных, или вот как это ожерелье с таким шикарным размытым румянцем. То есть на все вкусы можно выбрать себе яблоньку колоновидную. Желательно две, а лучше три. И вообще стенку посадить. Можно вместо забора. Да, вместо забора разделить участок. Потому что действительно, посмотрите, это настоящий забор, частокол из яблонь. Когда она цветет, это просто захватывающее зрелище. Да, очень красиво. Кстати, у разных сортов колоновидных яблок разные цветки. Представляете? Белые, белорозовые, нежно-розовые. Всех оттенков. Это действительно, ну, райское наслаждение. Поэтому выбирайте себе колонну по вкусу, по сроку. Кстати, вкус у них тоже весь разный. И самое главное, чтобы я не забыла сказать. Запомните, колоновидные сорта – это строго определенные сорта. Не бывает колоновидной антоновки или колоновидного белого налива или белорусского малинового. Это особенность конкретных сортов формирования вот такой кроны. Сжатой, компактной. Я в этом плане заметил, что люди часто путают колоновидные яблони и клоновый подвой. Вот. Для них эти слова очень похоже звучат. Извучные, да, они путают. Поэтому подвой у них, по крайней мере, в нашем питомнике у всех клоновый. Но форма кроны, колоновидная, она строго у колоновидных сортов. Да, их там несколько, их там 10-15 у нас. Но антоновки точно не бывают колоновидные. Не верьте. Ну и коронный вопрос. Любимые сорта колоновидных яблонь? Мне больше всего нравится валюта именно в декабре месяце. Когда она уже дойдет до своего потребительского состояния. Она уже когда полежит, она сладкая. Я сладкоежка, я люблю сладкое. Аналогично. Вот действительно она в декабре самая вкусная. Из соседних сортов это медок, останкино. В принципе, они все по своим вкусовым качествам. Но я про себя говорю. Вот то, что назвал сорта, они мои любимые. Потому что сколько людей, столько вкусов. У меня жене один нравится сорт. Родителям третий. У нас у всех не совпадает. Поэтому вот свои я назвал. А так на самом деле они все прекрасны. То есть каждый из вас имеет возможность выбрать на свой вкус, на свой цвет, на свой срок созревания ассортимент прекрасных колонок. А по требованиям к почве отличаются ли колоновидные яблони от обычных? Таких строгих отличий нет. Яблони в принципе все хорошо растет на богатых органикой почвах. Ну, опять-таки говорю, чем богаче органика почвы, чем больше вне азота и микроэлементов, тем сильнее рост. И тем оттягивается к плодоношению. У колонны мы такого не наблюдали. Как правило, она плодоносит уже в первый, либо во второй год своего существования в саду. Вот. Поэтому, да, это хорошие, как я всегда говорю, не песок и не там глина. И будет у вас тоже она прекрасно расти. Ну и, конечно, не забыть обязательно подвязку. Подвязка обязательно, потому что, мы уже об этом говорили, хороший урожай, а у нее всегда хороший урожай практически, на побеге еще не, скажем, той толщины, какой он мог бы выдержать. И кол, да, он практически всю жизнь должен быть рядом с этим деревом и поддерживать его в как-то несломанном виде, потому что какой-то хороший ветер. И этот деревце все там уже, я вижу, 4-5 килограмм, оно просто-напросто сломалось бы, если бы оно где-то здесь даже не было подвязано. Последний вопрос. Это защита. Устойчивость колоновидных яблонь к самому распространенному заболеванию, парше. Что можете сказать об этом? Так как колоновидные яблонь в нашей истории появились довольно-таки недавно, и это далеко не Антоновка, да, по, скажем, по давности ее происхождения. Ну, Антоновке 200 лет, как минимум. Да, поэтому мы можем сказать, что они устойчивые Антоновке 100%. Как правило, да, современные сорта все идут уже с какой-то маломальской устойчивостью к парше. Ну, а болезни коры древесины? Опять-таки мы проводим регулярно обработки. Топсин М прекрасное средство от заболеваний коры. У нас в саду мы не наблюдали ни разу, чтобы у колоновидных яблонь были какие-то заболевания. Антракнозы, раки и так далее. Вот не было. Это больше, скажем, заболевания южных сортов, которые нам часто привозят, французские сорта, молдавские, украинские, там какие-то, которые у них хорошо себя чувствуют. Из других климатических условий. Да, а у нас они очень требовательны, не требовательны, а очень подвержены поражению возвратной заморозки, поэтому иммунитет их падает, и, соответственно, все заболевания, связанные с корой, они, конечно же, будут поражаться в первую очередь. Но, так как это российская селекция, они, конечно же, москвичи на своих сорокоградусных морозах уже испытали, и наши белорусские морозы для них это санатории, как бы, поэтому, ну, у нас не было проблем с корой, вот, вообще. Кстати, а топсин М в какой период вы предпочитаете применять, чтобы он сработал именно на защиту от болезни коры древесины? Он применяется в весенний период, когда еще лист либо еще не распустился, либо только-только начинает распускаться. Потому что этот препарат должен достигать коры, поверхности коры, когда уже листовая пластинка полностью закрывает, он уже не долетит до него просто-напросто физически. И он работает именно по коре, как бы, охраняя, защищая дерево от, соответственно, этих вот грибковых заболеваний. Кстати, да, топсин действительно очень хороший препарат, и у него есть еще одно действие, о котором обычно не задумывается. То есть его действующее вещество способно убивать яйца многих вредителей. Оно от парши тоже вроде немножко работает. И работает тоже немножко от парши. Кстати, вот обратите внимание, лист здесь действительно красивый, здоровый, чистый. И на яблочках нет ни одного пятнышка парши. Познакомьтесь, сорт червонец. Обратите внимание на размер. Русский размер. Хоть колонновидная яблоня сама по себе небольшого размера, но такие достойные экземпляры выдают. Это, кстати, сорт осеннего срока. Осеннего срока. Вы готов? Да, конечно. А какой это сочный? В этом году осень наступила раньше у нас в таком погоде. Яблоко обалденно сочное, с очень нежной мякотью. Кстати, практически все, без исключения колонновидные яблони, ведут происхождение одного единственного сорта. Макинтош. И вот именно от него они походу и унаследовали вот эту нежную тающую мякоть и довольно-таки прочную гладкую кожицу. Канадский фермер, выходец из Польши, однажды в своем саду на дереве сорта Макинтош, обнаружил очень странную ветку. Она росла прямо, не ветвилась и была вся покрыта кольчатками и облеплена яблоками. Все остальные ветки были абсолютно нормальные, как у обычной яблони, как и у вас здесь рядышком. Он настолько поразился, что вызвал двух знаменитых ученых канадских посмотреть на это чудо. Они приехали, и он рассказываем об этом дереве, как это выявил, как это он вот-вот выглядит. Он часто использовал польское слово важль, важик, для обозначения, что это как вага, такая жертка, которой придавливали сено. Ну, знаете, в деревнях у нас же тоже называли это рубель или вага или важль. Он вставлял это слово, объясняя, вот выросла такая вот ветка, как важль. Они поняли, что это новый сорт. Так и записали. Так и появился сорт важек. Почковая мутация сорта Макинтош. И уже от него пошли все колоновидные сорта яблони во всем мире. Вот так вот, можно сказать, оглобля вошла в историю. Это у нас сорт, Павел, янтарное ожерелье. Зимний сорт. Посмотрите, сейчас он еще не приобрел свою типичную окраску, но в процессе хранения яблоко становится золотисто-желтым, с небольшим красным румянцем. Красота. А сейчас мы с вами подошли к... Валюте. Валюте. Свободно конвертируемая яблонная валюта. Знакомьтесь, зимний сорт, да? Да, зимний. А в чем его особенности? Я считаю, что его главная особенность – это урожайность. Он всегда стабильно плодоносит и всегда очень урожаен. Каждый год практически, если сильных заморозков не было, то показывает хороший результат. Мы его уже немножко запустили и от колонны сделали слегка разветвленным деревом. Но на урожайность это его не влияет. Скорее наоборот. Скорее немножко улучшает, даже увеличивает количество яблок. По моему вкусу, это лучший зимний сорт колоновидной яблони. Если так говорить. Валюта, запомните. Валюта, да. Его вкусовые качества набираются не раньше ноября месяца. И где-то самое лучшее время употребления – это декабрь месяц. Оно прекрасно хранится в холодильнике до этого времени. И вкусовые качества. Оно сладенькое, ароматное, сочное. Классное яблоко. Ну и красивое. Сейчас не обращайте внимания на зеленую окраску. Оно еще не дошло. Как и в случае янтарного ожерелья, основная окраска проявится только во время хранения. И вы увидите, насколько это красивое, ароматное, вкусное яблочко. Поэтому такую валюту желательно иметь в себя в загашнике. Хожу с этим яблоком и понимаю, что убирать вот этот сорт надо только в каске. Иначе, не дай бог, упадет на голову. Это же будет производственная травма, сотрясение мозга. Среду грамм 300, да? Да, не менее 300 грамм. За один раз не осилим. С такого уже в малку не влезет точно. Не влезет. И в банку тоже. Но как выставочный образец яблочко на всю семью сразу взял, всю семью накормил. Большое спасибо, Павел, за действительно очень полный и ценный рассказ о колоновидных яблонях. И я надеюсь, что наши подписчики, наши зрители обязательно приобретут себе ну хотя бы одну-две вот таких красивых, высоких, стройных яблоньки. Ну а от процветка хочу подарить вам растим плоды процветок. Это биостимулятор. В нем содержатся гуминовые кислоты, фульвовые, а также комплекс микоризных грибов, которые при поливе наших яблонь усиливают их рост, улучшают питание и в целом оказывают биостимулирующее действие. Спасибо вам. Ну и конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите в наши магазины. И до новых встреч на Процветке.